Здравствуйте! Это программа интервью дня. Помочь сохранить природу, узнать об инновационной медицине, развить предпринимательские навыки и многое другое могут школьники. Стартует новый сезон проекта «Большая перемена». У нас в гостях Наталья Кауль, педагог-организатор Алтайского краевого детского экологического центра. Она расскажет нам о конкурсе подробнее. Здравствуйте! Добрый день! Конкурс федеральный. Расскажите, какой раз он уже проходит в Алтайском крае? Сколько ребятишек участвовало в прошлом году, например? Конкурс федеральный. Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам молодежи, Росмолодежь. Оно «Россия – страна возможностей» и Министерство просвещения Российской Федерации, а также Российское движение школьников. В этом году дан старт третьему сезону «Большой перемены». В Алтайском крае также третий раз проходит этот конкурс. Сколько ребятишек было в прошлом году? В прошлом году от Алтайского края зарегистрировано было на «Большой перемене» 43 тысячи ребятишек. А вообще количество участников по России за 2021 год – 2 миллиона 540 тысяч. Что вообще такое «Большая перемена»? Что это за конкурс? Что там делают дети? Конкурс «Большая перемена» проходит по 12 направлениям. По-другому они называются «Вызовы». То есть, чтобы ребенок мог дать вызов всем окружающим. Допустим, это тематические направления, вызовы наукой и технологией, где дети могут создавать будущее совместно с партнерами, совместно с руководителями, педагогами, наставниками. Также искусство и творчество. То есть, твори. В разнообразных направлениях искусства дети могут творить, себя показывать. И что-то предлагать, какие-то проекты создавать. Журналистикой «Новые медиа». То есть, «Расскажи о главном». Так и называется «Вызов. Расскажи о главном». Волонтерство. «Делай добро». И вот есть как бы направление небольшое. «Доброе дело. Делай добро». И вот это направление, оно действительно в течение всего года. То есть, ребята, кроме того, что они будут участвовать в конкурсе, они могут участвовать в направлении «Делай добро» весь год «Делай добро» оказывают те же волонтерские услуги. Той же природе какую-то помощь. Помни историческая память о наших предках, о наших участниках Великой Отечественной войны, о наших тружениках тыла. То есть, чтобы это не забывалось, чтобы оставалось в памяти и у людей, и у будущего поколения. Здоровый образ жизни. Будь здоров. Ну, сами понимаете, да? Что человек должен быть здоров, и когда он участвует в гимнастике, в каких-то видах спорта, и просто за здоровый образ жизни, это для него, ну, и притягивает других ребятишек, то есть, я думаю, что это неплохо. А кто может участвовать? Участвовать в конкурсе могут ребята с 5 по 7 класс, с 8 по 10, и студенты СПО 1-3 курса. В данный момент уже идет регистрация, и ребятишки 5-7 классов, они уже могут зарегистрироваться, да и все остальные тоже могут регистрироваться, и готовить первое задание, обычно, выполнение визитки. Чтобы зарегистрироваться, нужно предоставить свою визитку, правильно? Это первое задание? Не только, не только. Это уже будет первая визитка. Да, расскажите, вот как зарегистрироваться, как правильно, да? То есть, есть прям сайт, специальный портал «Большая перемена». Я вот хочу поучаствовать, я учусь в 5 классе, например, да? Я захожу туда, выбираю направление, которое мне понравилось, правильно? Нет, не просто так вы заходите. Чтобы стать участником проекта, нужно зайти на проект «Большая перемена», на сайт «Большая перемена», «Большая перемена онлайн». Там вы создаете личный кабинет. Для того, чтобы создать личный кабинет, вам необходимо иметь почту электронную и иметь согласие, которое, когда вы будете регистрироваться, вы скачаете это согласие вот именно с этого сайта. После того, как вы создадите свой личный кабинет, у вас появится задание в личном кабинете. Нужно, вот первое задание – это загрузить визитку. То есть вы загружаете визитку для того, чтобы ВЖУХ познакомился с вами. Вот есть картинка. ВЖУХ – это непосредственный руководитель, помощник, куратор. Модератор. Модератор, да, скажем так, который постоянно будет находиться с вами, и он будет выдавать вам задания по мере вашего исполнения предыдущих. То есть будут тесты, будут задания, проекты, что-то еще, визитки. Вам это нужно выполнять. И выполнять обязательно, потому что если вы вдруг опустили руки и не стали выполнять, вы автоматически теряете набранные баллы и пролетаете, и не попадаете ни на полуфинал, ни на финал. Но можно заранее предупредить, что рейтинг всероссийский, поэтому нужно выкладываться по полной программе. А если я хочу в нескольких направлениях поучаствовать? Вот я хочу и в журналистику, и быть здоровой, и спортивной, и помните. Все равно нужно определиться в каком-то одном, которое вам ближе, которое вам по духу ближе, действительно. Прежде чем определиться с направлениями, вы заходите на сайт «Большой перемены», и там все эти направления расписаны. Каждое направление, в чем оно заключается, то есть можно прочитать это внимательно, определиться, в каком направлении ты будешь участвовать, и дерзать. Хорошо. А вот задания мне поступают. У меня есть какие-то сроки выполнения их? Для участников пятых-седьмых классов регистрация продлится до 17 мая. Для участников восьмых-десятых классов и ребят-студентов СПО регистрация будет до 10 июня. В этот момент идет знакомство, то есть ребята заполняют либо видеовизитку, либо пишут эссе и выполняют какие-то небольшие тесты. Для последующей работы будет необходимо заполнить, выполнить задания. Допустим, твори добро, представь себя, твой кругозор, твой IQ. К 21 июня примерно будут объявлены результаты по тем заданиям, которые ребята выполнили. В финал-то когда будут подводить итоги? И расскажите, ради чего ребятишки будут бороться во всей России? Вы говорите, нужно выкладываться. А какой главный приз? Приз, конечно, интересный. Для всех возрастов он разный. Понимаете, в третьем этапе, вот когда третий этап, это командная гонка. Вот здесь ребята должны выложиться по полной программе. Командная гонка проходит обычно летом. Командное состязание по-другому, скажем. Значит, здесь в этот момент ребята приглашают к себе в команду, ну, возможно, друзей, возможно, незнакомых ребят со всей России. И в это же время они добавляют куратора, либо наставника, педагога. Вот это лето. Педагоги обычно в это время бывают в отпусках. Очень трудно ребятам найти наставника. Но если у них есть свой наставник, то он ведет их по жизни до самого финала. Но есть такие, которые побеждают. Значит, полуфинал. Выходят ребята в августе. Всероссийский рейтинг, как я уже сказала. В августе выявляются, кто выходит в полуфинал. И ребята, оставшие, едут в полуфинал. У малышей это маленько по-другому. У малышей заканчивается 5-7 класс, и у них заканчивается в мае, 17 мая. И у них вот здесь уже выходит полуфинал. То есть у них идет тестирование. И после тестирования онлайн-собеседование. После того, как ребята побеседовали с организаторами, выявляются победители, которые едут в полуфинал в Артек. В Артеке проходит полуфинал, и там же выявляются победители финала. Вот в прошлом году у нас среди наших школьников у нас было 11 полуфиналистов 5-7 классов. И в результате у нас три победителя выявилось, три финалиста, которые поехали в путешествие по России. Это путешествие для 300 ребятишек. То есть их делят 150 на 150. Кто-то едет от Москвы до Владивостока, кто-то едет от Владивостока до Москвы. Путешествие длится 14 дней. Ребята во время путешествия выходят на остановках, знакомятся с достопримечательностями городов. Это, допустим, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Владивосток. К примеру, я рассказываю, все города не перебрать. У них 14-15 остановок. Для этого создан специальный поезд. Вот именно партнер РЖД на поезде. Ребята, там есть и душ, и есть интересные рестораны у них, получается, и большие залы полностью, вагоны предоставленные, чтобы они могли общаться и какие-то мастер-классы проводить. Ребята встречаются с интересными людьми. Вот у нас в прошлом году трое девочек ездили. Девочки, конечно, под впечатлением, но они еще маленькие. И у них в планах участвовать еще в большой перемене. То есть в этом году они тоже будут участвовать. Да. Ну и у нас уже время подходит к концу. Я уточню. То есть поучаствовать может любой ребенок с компьютера или с телефона, с интернетом, находясь дома. Правильно? Находясь дома. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо, что к нам пришли. А я напоминаю, что вы смотрите телеканал Катунь-24. До встречи.